Сейчас можно с уверенностью сказать, что отношение общества к мерам социальной поддержки кардинально изменилось. Раньше льготы и выплаты малообеспеченным жителям нашей страны, можно сказать, никто не замечал. Судя по небывалому росту официально зарегистрированных многодетных семей в последние месяцы, материальной помощью вообще мало кто пользовался. Все потому, что объем социальной поддержки значительно увеличился. Государство пошло на беспрецедентные меры и только в этом году направило на социальную защиту населения 444 миллиарда тенге. Это актуально. Здравствуйте. Важно понимать, что социальная политика будет сбалансированной. Никто не хочет провоцировать рост иждивенческих настроений. Правительство пытается правильно администрировать расходы, выделяемые на эти цели, и четко дает понять всем казахстанцам. На пособия жить нельзя. Это помощь, а не зарплата. Государство будет поддерживать только социально уязвимых, тех, кто действительно нуждается. Все остальные должны работать. Мы продолжим политику продуктивной занятости массового предпринимательства. Когда мы живем в условиях рыночной экономики, когда человек должен создавать благосостояние своим трудом, задача номер один государства – предоставить человеку работу и достойные доходы, чтобы он кормил свою семью и жил, а не попрошайничал. Мы породили детей, дайте нам деньги. Где это видано? А если сделать нормальную зарплату отцу и матери, создать условия и льготы, государство должно обеспечить нормальную жизнь наших граждан. Другими словами, человек трудоспособного возраста не должен быть только лишь пассивным получателем выплат и субсидий. Его необходимо научить самостоятельно преодолевать жизненные трудности. Иначе сложная ситуация может повториться. Пока же иждивенческая позиция среди населения только укрепляется. Люди, причем даже молодые, с ними правдами и неправдами пытаются получить статус малообеспеченных. Мы должны расширять возможности для молодых людей создавать свой бизнес, получать образование, устраиваться на работу, зарабатывать. Социальные лифты для улучшения своей жизни, построения карьеры должны работать по-настоящему. Мы подготовим специальную кадровую программу, чтобы обеспечить возможности роста на государственной службе для молодых и талантливых людей нашей страны. Будущее принадлежит молодым. Не может не радовать тот факт, что президент поручил правительству переформатировать бюджет исключительно на цели развития и безопасности государства, сократив при этом траты на имиджевые мероприятия. То есть больше никаких необоснованных расходов. Главный фокус – решение нужд простых людей. Вода, жилье, опять же, рабочие места, условия и инфраструктура. Словом, все то, что действительно беспокоит население страны. Я сам вырос в многодетной семье. С юности мы работали, чтобы не сидеть на шее у родителей. Я хорошо учился, поэтому получал повышенную стипендию. После учебы подрабатывал грузчиком, разгружал ящики с овощами. Почему-то сейчас некоторые мужчины не работают. Говорят, работы нет. А когда им предлагают работу, отказываются. Молодое поколение надо с детства приучать к труду. Если обратиться к международному опыту, то там особенностью политики, адресованной многодетным, является так называемое подталкивание к рождаемости. То есть поддержка многодетных семей однозначно нужна. Но вместе с тем супружеским парам к многодетности следует относиться ответственно. Берегите себя, это актуально. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова